Здравствуйте! Именно в это время общее становится частным, а невидимые вроде бы с первого взгляда детали становятся зримыми. В студии Иван Стрижов мы начинаем. Покупаем тюменское, но не всегда получается. Депутаты городской думы призывают активизироваться местным производителям. Пора по барам. В Тюмени проверяли пивные точки. Предпринимателей штрафуют, пенный напиток уничтожают. Ура! Каникулы! Насколько безопасен путь в загородные лагеря, выясняли в областном центре. Влезать в долги не придется. У региона есть все шансы закончить бюджетный год с профицитом. Надеяться на это позволяют итоги первого квартала. По данным, приведенным на прошедшем на этой неделе заседании областной думы, появилась небывалая динамика формирования доходной базы. Аж 24% от годового плана. Обычно этот показатель составляет от 13 до 16%. За счет чего прирост и какие отрасли могут получить преференции? Ответы искал Владимир Поротников. На календаре мая областные депутаты по-прежнему ломают копья из-за исполнения регионального бюджета прошлого года. Заработали в 2016-м больше, чем планировалось, а вот потратили значительно меньше. По отдельным статьям не смогли освоить даже половины выделенных средств. Остатки пришлось перекинуть на этот год. Они позволили нивелировать дефицит, который значился в начальном проекте бюджета 2017-го. Год, к слову, начался для финансистов неожиданно хорошо. Доходная часть 24 миллиарда где-то, расходная 17 миллиардов. Но это не значит, что мы недорасходуем эти средства. По основным статьям, которые характеризуют и уровень развития экономики, и социальное самочувствие в нашем регионе, финансирование идет в пределах, так сказать, тех, которые были нами обозначены. Многие связывают успехи с налоговиками. Они усовершенствовали принципы работы с клиентами, что привело к увеличению собираемости почти на 30%. Главные налогоплательщики по-прежнему недропользователи. Почти половина доходов казны – отчисление нефтяников и газовиков. Оттого высказывания некоторых депутатов кажутся как минимум странными. Все, что связано с энергетикой, все, что связано вообще с природными ресурсами, это должно забирать государство. У нас много социальных групп, которых нужно поддерживать. А мы здоровые люди. Смотрите, у нас есть две руки, две ноги. Мы должны что-то изобретать, мы должны что-то придумывать. Мы должны жить вообще за счет других доходов. Учитывая ту ситуацию, которая сегодня у нас в мире, в стране, и вообще, что все налоги уходят в центральные органы в Москву, конечно, работа была очень большая. Заходная часть у нас выросла, ну и, соответственно, мы могли эти средства потратить на расходы, увеличить финансирование, помочь кому-то людям конкретно. Среди тех, кому областные депутаты готовы помочь уже в этом году, представители IT-сферы. Денег им не дадут, но жизнь облегчит. Те, кто работает по опрощенке, будут отчислять налоговую всего 1% от доходов, а не 6%. Нефинансовую поддержку получат и подрядные организации, с которыми застройщики расплачивались квартирами. Теперь они на законных основаниях могут участвовать в программе по обеспечению жильем бюджетников. Когда есть монополия, так сказать, практически у одной партии, и другим партиям тяжелее. Поэтому только какие-то, возможно, там законы, не требующие финансирования, не требующие еще чего-то, не отношения к жизни, вот такие, я думаю, законы будут проходить. Реакция на то, что предложенные фракции законопроекта не прошли юридический фильтр. Просто они никак не касались экономики. А ведь поиск стимулов для ее развития сегодня в регионе главный приоритет. Тюмень подтвердила статус лучшего города Земли. В частности, она названа самым перспективным местом для жизни в России, по свежим данным журнала «Русский репортер». Более 86% горожан отметили, что жить у нас комфортно. Особенно респонденты довольны качеством дорог. Они устраивают каждого второго. Общественный транспорт и доступность жилья отмечает каждый третий опрошенный. Вне зависимости от этих оптимистичных показателей проблемы у нас есть. О путях их решения на этой неделе говорили депутаты городской думы. Например, почему не всегда удается купить продукты именно местных производителей. Все подробности у Александра Гришакова. Тюменские прилавки ломятся от продуктов. Однако только 4 килограмма из 10 производят местные предприниматели. Товары с тюменской пропиской проще всего искать на ярмарках. Праздник торговли устраивают 8 раз в году. Оборот уже превысил 40 миллионов рублей. Однако на рынках местных производителей маловато, несмотря на то, что для них город держит льготные места. Стоимость услуг по, к примеру, получению разрешений на продукцию сельхозназначения, то есть разрешений для торговли, они, естественно, для всех в одинаковом формате услуги оказываются. А место предоставляется в разы дешевле. То есть, если память не изменяет, это то ли 10, то ли 20% от стоимости рыночной. На льготных условиях город предоставляет и свои помещения. В прошлом году предприниматели арендовали более 250 объектов. Казалось бы, плати и работай, но нет. Бюджет 2016-го недосчитался более 70 миллионов рублей. Две трети этой суммы – просроченная задолженность. То есть, деньги зависают не первый год. Когда мы говорим о том, что у нас списалось 6,5 миллионов долгов по арендной платежи по задолженности прошлых лет, а я себе сижу и думаю, что на эти деньги можно, к минимуму, две квартиры, а то и три квартиры малоимущим купить, то есть здесь есть какая-то определенная недовлетворенность. В целом городской бюджет выполнен на 95%. Депутатов эта цифра устроила. В прошлом году на реализацию всех программ потратили более 22 миллиардов рублей. Самые большие куски бюджетного пирога достались образованию и экономике. Всего полпроцента выделили на спорт. Если в 15-м это было 7 пунктов, где сдаем ГТУ, сейчас это уже 14. Правильно? И потом плюс сейчас с нами очень тесно будет работать коммерческо-государственное партнерство. То есть частные центры тоже будут предоставлять площадки для сдачи норм ГТУ. Если спорт разгоняется, то транспорт нужно тормозить. Особенно во дворах. Одним из самых серьезных решений народные избранники считают принятие нормы, которое позволило горожанам огородить шлагбаумами целые кварталы. Когда мы предоставляли в Уфе данную практику, я могу сказать, что даже в Москве такой практики, вот именно огораживание жилых кварталов, ее в принципе нет. Хотя считается, что Москва у нас в этом направлении впереди, вроде как России всей. Сейчас на столе у депутатов еще несколько серьезных проектов. В частности, они думают, как тюменцам легализовать самовольно построенные дома. До 1 июня тюменские коммунальщики должны исправить временно отремонтированные участки дорог. Часто после зимних порывов покрытия наспех латают. Теперь время вернуть участкам первозданный вид. Энергетики, к примеру, выполнили уже около 90% работ. За некачественное выполнение несем гарантию мы. То есть, если происходит проседание асфальта, да, либо другого какого-то благоустройства, то мы несем гарантию после выполнения закрытия ордера, мы контролируем свои раскопки и вместе с администрацией сдаем уже законченные объекты. А здесь был порыв на сетях водоснабжения. Сейчас подрядчики снимают временный асфальт, который положили зимой. С 15 апреля во всем городе строители переделывают работу. Участки оформляют по летним правилам. В весенний период, когда погода позволяет проводить именно работу уже по асфальтированию, проводятся работы по полному восстановлению благоустройства. То есть, это восстановление как асфальто-бетонного покрытия в тех местах, где были проведены раскопы именно на проезжей части. Естественно, что приоритетные это главные улицы и, соответственно, потом уже дворовые территории. Добавлю, что восстановить зимние коммунальные раскопы дешевле, чем платить штрафы. В прошлом году за нарушение подрядчиков наказали на 18,5 миллионов рублей. Полицейские привлекают к ответственности недобросовестных предпринимателей. В частности, бары-магазины, которые продают алкоголь на вынос после 21 часа. Всего в Тюмени таких потенциальных точек более 500. Из них пока проверено 10 и уже выявлено 5 нарушений. Анастасия Нахрачева отправилась в очередной рейд. Полдесятого вечера. Первая точка по списку и сразу удачно. Покупательницы, по легенде, слегка навеселе заходят за добавкой в так называемый магазин-бар. И без проблем приобретают пенный напиток на вынос. Попросили две по 0,5 пива. Спокойно налили в бутылочки. После этого в стаканы. Слово никто не сказал, что нам нельзя выходить оттуда. Как объяснили продавцы, они думали, что продажа пива на вынос в пластиковых стаканах разрешена. Сам владелец заведения так и не появился. Ему была оставлена повестка. Эту точку полицейские выбрали не случайно. Поступали неоднократные жалобы от жильцов данного дома. В связи с тем, что здесь происходит гуляние на улице. То есть шумят после распития алкогольных напитков. Бывали случаи драк на улице. С 31 марта вступили силы изменения законодательности. Продажа спиртного на вынос запрещена. А употреблять его можно только в заведениях. За нарушение штраф для предпринимателей до 10 тысяч рублей, для организации до 100. Если взять любой ресторан, мы когда приходим туда и заказываем алкогольную продукцию, нам его приносят в графинах, разливают в стаканы стеклянные. Так и тут они должны обеспечить зал обслуживания для посетителей. Соответственно, со всеми условиями, которые предъявляют как в ресторанном бизнесе. Среди владельцев торговых сетей есть и такие, кто поддерживает действия полицейских. Они хотят создать общественную организацию и повлиять на коллег, дабы не допустить ужесточения закона до полного запрета продажи пива в жилых домах. Не придет он в точку, которая работает до 9, он найдет рядышком другое. Мое мнение, что объемы ко всем вернутся в тех же пропорциях, как они и были, но только в том случае, когда все будут работать именно в рамках работы до 9 вечера. Более 700 литров пива изъяли полицейские в этом заведении. После решения суда товар уничтожат. Но самое ценное здесь не содержимое, а сами алюминиевые кеги. Их арендуют у поставщиков пиво. Одна такая 50-литровая бочка стоит в среднем около 9 тысяч рублей. Так что владельцу магазин-бара еще придется возместить поставщику кругленькую сумму за кеги. Летние каникулы, можно сказать, уже начались. А в конце недели уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов вместе с руководством ГИБДД проконтролировал отправку школьников в один из загородных лагерей. Напомню, что требования к перевозчикам ужесточились. В частности, они обязаны иметь соответствующие разрешения. Автобусы технически исправны, а все маленькие пассажиры пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, каждая массовая перевозка сопровождается экипажами ТПС. Соответствующие уведомления и заявку перевозчик должен отправить в ведомство за несколько дней. Мы очень надеемся, что такой контроль и такое внимание не приведут ни к каким неприятностям в этом году. Все будет организовано правильно и безопасно. В прошлом году у нас ни одного случая транспортного травматизма или во время следования не было допущено. И это вот как раз результат большой работы всех заинтересованных ведомств. Кто-то отправляется в лагеря, а кто-то прощается со школой. В Тюмени на этой неделе началась пора последних звонков. В этом году в областной столице около 10 тысяч выпускников. Из них более 3 тысяч 11-ти классников и свыше 6 тысяч 9-ти классников. Во всех школах города прошли торжественные линейки. А в 48-й к празднику приурочили открытие мини-футбольного поля. Его строительство обошлось почти в 3 миллиона рублей. Несмотря на пасмурную погоду, выпускники и гости провели на новой площадке дружеский матч. Здесь, безусловно, помощь оказал именно депутатский корпус. Вот совместными усилиями в результате у нас работы были начаты в осенний период. Затем в связи с наступлением низких температур мы, естественно, приостановили это все. Дождались благоприятных погодных условий. И вот благополучно к последнему звонку завершили все работы. Чем запомнилась школа, ее жизнь. Она заключается в самой жизни школы. С общением с учителями, со сверстниками, с другими классами. И все это между собой связывается. И вот она, прелесть в школьной жизни. Спасибо огромное учителям. И это была программа частности в студии работ Лыван Стрижов. Смотрите нас в Ютубе и на официальном сайте Тюменского времени. Всего доброго и до встречи. Субтитры делал DimaTorzok